Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. В одном из роликов я обещала рассказать о совместимости растений. Спешу выполнить обещание, тем более, что кое-кто из зрителей уже мягко напоминал мне об этом. Начну с самого простого. Вам уже известно, что многие патогенные грибки и вредители имеют сложный цикл развития. И чтобы замкнуть цикл, нужно два определенных растения. К примеру, ржавчиному грибку, ставшему причиной гибели многих вейматовых сосен, для завершения своего цикла нужно еще одно растение – смородина или крыжовник. Или еще одна пара – можжевельник и груша. К такому нежелательному соседству можно отнести малину и землянику. Их соседство увеличивает кормовую базу для землянично-малинового долгоносика. А рядышком посаженные смородина и крыжовник способствуют размножению крыжовниковой огневки. Список на самом деле большой, и весь его озвучивать я не буду. Если интересно, можно порыться на просторах интернета и найти тысячу и одно растение, которое нельзя сажать рядом, так как один из видов может стать домом для вредителей соседа. Не озвучиваю я этот список не из вредностей или от лени, а потому что не нужно это вам. Я не знаю, как можно выбрать между сочной грушей и красавцем-блюкапитом. И никогда вам не скажу, что больше люблю – малину или землянику. Ну, хорошо. Предположим, вы отказываетесь от можжевельников, потому что ваш муж, жена или дети любят груши. И что? А ваши соседи готовы поддержать вас в этой жертве? Хорошо. Договоритесь вы с соседями справа и слева, а через дорогу, а на соседней улице, ведь споры разносятся ветром на несколько сотен метров. Всем запретить? Но это же абсурд, правда? Давайте тогда вырубим все ивы в округе, ведь они всегда были домом для многих насекомых и не всегда, между прочим, полезны. Так до таких крайностей можно дойти, что мало не покажет. Так что же делать? Решение на самом деле очень простое. И об этом мы постоянно говорим во всех наших сюжетах. Не забывайте про профилактические обработки и старайтесь соблюдать правила агротехники. Здоровое, хорошо чувствующее себя растение находится в меньшей зоне риска, чем то, которое борется за свое существование. Правда, во всех правилах есть исключения. Я, к примеру, совсем отказалась от веймутовых сосен, но тут, увы, без вариантов. На канале есть сюжет, посвященный этой красавице. И если интересно, то ссылка будет в описании. А мы переходим к следующему пункту. Существует такое мнение, что под соснами и березами ничего не растет. Слышали? Конечно, слышали. И не только слышали, но и не раз сами наблюдали такую картину. У себя на участке, в парке или в лесу. Под этими породами действительно всегда слабая растительность. Но как быть с теми садоводами, которые, купив несколько соток в сосновую бару, имеют шикарный газон или прямо под березой разбит цветник? Это же не миф, не галлюцинация. Может быть, там какие-то не такие березы и сосны? Нет, такие же, как и везде. Просто хозяева участков знают один секрет. Помню, лет 15 назад, когда я делала свои первые шажки в садоводстве, попала я на участок, где прямо под сосной раскинулся великолепный розарий. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это то, что розы посадили совсем недавно. И именно этим объясняется их шикарный вид. Я надула щеки и с умным видом сказала хозяевам, что они совершили страшную ошибку и розы здесь расти не будут. Каково было мое удивление, когда выяснилось, что розарию уже несколько лет. Как? Ведь я знала, что сосна имеет достаточно агрессивную корневую систему. Ее корни, словно голодные волки, все время рыщут в поисках питания и воды. К примеру, у соседа или у вас на участке растут сосны. Большие, стройные красавицы, метров так по 20. А ваш огород находится в противоположной стороне. Весной вы делаете грядки, подготавливаете землю, что-то туда высаживаете. А осенью приходите в ужас, так как с трудом можете воткнуть лопату. Везде корни сосен, причем в таком количестве. Это, кстати, к вопросу, что корневая система прямо пропорциональна кроне. Ага, с сосном, расскажите. Но мы не об этом. Вернемся на участок с розами. Секрет тех садоводов был очень прост. Разбив розари, они заложили его края обрезками линолеума, оставшегося после строительства дома. Таким образом, изолировав корневую систему от корней сосны. Просто элементарно. Я не призываю вас поднимать продажи линолеума или ковровых дорожек. Это ни к чему. Для этой цели вполне подойдет самая широкая бордюрная лента. Или, возможно, вы придумаете какой-то свой вариант. Главное, чтобы заградительный элемент был заглублен не менее чем на 40 см. Несмотря на то, что корневая система у многих растений уходит на несколько метров, в землю сосущие корни, отвечающие за питание, всегда находятся на поверхности. Ведь именно здесь воздух и еда. Поэтому котлованы к центру земли рыть не обязательно. Достаточно заложить верхние края. Такой способ подходит, если вы подсаживаете растения к давно уже существующим посадкам. Даже если растение не агрессивно, новичку все равно будет немного сложно адаптироваться на новом месте. Так как его корневая система еще не так хорошо работает, как у растений, высаженных более трех лет. Причем в этом случае уже через год бордюрную ленту можно вытащить. А вот с соснами и березами я бы оставила ее навсегда. Ну, может быть, переставляла ее, если корневая система достаточно обширна. Еще одна причина того, что растения, высаженные рядом друг с другом, не очень хорошо себя чувствуют, это когда они постоянно находятся в борьбе за воду, питательные вещества или свет. К примеру, недавно была на участке, где были посажены разного вида гортензии. Несколько метельчатых, древовидной и даже одна пильчатая. Все вроде бы хорошо. Все сделано правильно. Хорошая посадочная яма, подходящая земля. Вот только вид у гортензии был не ахти. Причина плохого самочувствия оказалась проста. Гортензии водохлебают и не терпят сухую почву. И хотя их там регулярно поливают, место достаточно сухое. И растения все время находятся в постоянной борьбе между собой заживительную влагу. Вывод? Пересаживать? Можно. Можно выбрать более влажное место. Но с точки зрения композиции, они там на месте. Поэтому нужно просто увеличить полив. И этого будет достаточно. Также и с питательными элементами. Если вы знаете, что ваше растение остро нуждается в каком-либо элементе, так дайте его ему. И вам не придется разводить их по разным углам участка, словно боксеров на ринге. У нас слишком маленькие участки, и мы не всегда можем держать растения на расстоянии 300 метров друг от друга. Но всегда найдется выход из положения. Стоит только подумать. Садоводы, между прочим, самые смекалистые люди. Вот в этом я нисколько не сомневаюсь. Теперь мы переходим к самому интересному. В общем-то, из-за последней части сюжет и затевался. Есть еще вид несовместимости. Это когда одно из растений выделяет вещества, замедляющие рост, или даже приводящие к гибели соседей. К таким растениям можно отнести клёны синилистные. Осенью, когда листья опадают и сплошным ковром покрывают площадь вокруг себя, листья начинают выделять вещества, замедляющие рост не только других растений, но и прорастание семян. Или черный орех – ближайший родственник грецкого ореха. Так у него все части – корни, листья, кора, плоды – токсичны для большинства видов. Вообще такое свойство растения имеет даже название. И все стороны изучаются учеными со всего мира. Называется оно аллелопатия. Происходит от греческого слова «алело» – друг друга или взаимное, и «падхи» – страдания. Аллелопатия – это не что иное, как химическая война между растениями. Да-да, именно так. Не все растения безобидны и самоотвержены, как к примеру пионеры. Некоторые буквально выгрызают себе место под солнцем, уничтожая и подавляя конкурентов. Причем аллелопатическим эффектом обладают не только растения, но и грибки, бактерии и даже вирусы. Вспомните хотя бы пенициллин. Его аллелопатический эффект полезен для нас, но не для себя подобный. И опять же, не надо поддаваться панике, если в вашем саду появились враждующие между собой растения. Во-первых, у большинства растений ингибиторы, то есть вещества, подавляющие рост других видов, находятся в листьях и выделяются в почву осенью, во время листопада. Но мы ведь убираем листву, правда? Поэтому под американским кленом у нас с вами прекрасно растут хосты, всходят первоцветы, зеленеет газон. Во-вторых, исследования показали, хотя, наверное, и без них все понятно, что чем больше стресс у растения, тем она более чувствительна к агрессивному соседу. А здоровое растение, получающее все необходимое, почти нечувствительна. Думаю, что так же дело обстоит и с агрессором. Чем хуже условия, тем больше защита. В-третьих, большое влияние имеет структура и плодородие почвы. Чем тяжелее почва, тем больше токсины в ней задерживаются. А вот в хорошо тренируемой почве они быстро перемещаются в нижние слои и не вредят корням других растений. То же самое касается и плодородия. Если почва богата органикой, то вред, наносимый растениями аллелопатами, минимален. Более того, почвенные грибы и бактерии могут разрешать рассеивые токсины и даже превращать их в менее ядовитое или даже что-то полезное. Правда, бывает и наоборот, когда в почве содержатся микроорганизмы, только усиливающие аллелопатию. Но в конце концов, такие растения можно рассадить по разным углам. Просто помните, что аллелопатия – это один из способов выживания вида. Этот механизм включается на полную катушку, когда условия экстремальные. Жиротвы нет, с водой перебои, солнце попадает на пару часов, а тут еще соседи лезут. Хочешь, не хочешь, и звереешь. На самом деле, аллелопатия – интересный и пока что еще малоизученный процесс. Первенство открытия описания этого процесса приписывается австрийскому профессору Гансу Молешу. В 1937 году он в своей книге «Влияние растений друг на друга» дал определение аллелопатии. Хотя люди догадывались об этом задолго до него, еще во времена Сократа. И подробно описан этот процесс был еще до Молеша, нашим профессором-лесоводом Морозовым, в 1924 году. Но в это время нам было не до международных конференций и громких заявлений. Интересно аллелопатии еще тем, что вещества, подавляющие одни виды, другим, наоборот, всячески помогают расти. Как будто бы растение подбирает себе сотоварищей. Тебя люблю, а вот с тобой дружить не буду. Тот же самый грецкий орех, у которого вроде бы больше всех выражены воинственной наклонности, вводит дружбу со многими лекарственными травами. Поговаривает, что не брезгует знакомством с кизилами и облепихой. Или я знаю два участка, где растут маньчжурские орехи, которых также обвиняют в эгоизме. Где под одним прекрасно себя чувствует клубника, сейчас, правда, ее там меньше. Но это не вина ореха, а просто столько ягод хозяевам не надо. А на другом, где маньчжурец занимает чуть ли не четверть участка, под ним высажены хвойные, некоторые кустарники. И растет газон. Всем все хватает. И воды, и света, и питания. Хозяева, зная наклонности больших деревьев, просто учитывают это при уходе. Убирают листву, дополнительно поливают в жаркие дни. Следят, чтобы питательных веществ хватало всем. Все можно решить. Было бы желание и понимание происходящих процессов. И хотя в природе примеров аллелопатии много, в садах при должном уходе она не так явно выражена. Пример, который я хочу сейчас привести, конечно, не аллелопатия. Но пример яркий и многое объясняет. В каком-то зоопарке козел дружит со львом. Друганы просто сил нет. И вроде бы даже в этой паре козел главный. А почему бы и нет? Еды-то всем хватает. Но вот уверена, что если льва посадить на диету, дружбе придет конец. Вот и в садах у нас с вами ровно так же. Есть еще один интересный момент, который должен человечество заставить задуматься. Аллелопатия – это палка о двух концах. С одной стороны, это механизм, позволяющий виду отвоевать себе место под солнцем. С другой стороны, когда растений одного вида становится слишком много, и они доходят до критической массы, то убивают сами себя. К примеру, лиственница. Ей нужно много света. Поэтому ее листья опадают осенью на землю, выделяют вещества, тормозящие рост других хвойных растений. В основном еле и пихт, то есть теневыносливы. Но в какой-то момент этой листвы настолько много, что почвенные жители не справляются с ее переработкой. Яд накапливается в почве до такой степени, что лиственница убивает сама себя, освобождая место тем растениям, с которыми так долго воевал. Это наталкивает на мысль, что в какой-то момент и мы накопим столько мусора и всевозможных токсичных отходов, что природа решит немного разрядить популяцию человека. На этой позитивной ноте... Нет, нельзя так заканчивать сюжет, как-то уж больно очень печально. Давайте я просто приведу несколько примеров аллелопатии, а вы в комментариях расскажете, подтверждают ли мои слова ваше наблюдение за садом или нет. Ну и вообще, в принципе, напишите много комментариев. К примеру, замечено, что яблони и груши отлично растут в соседстве с тополем, клёном, дубом, липом, березой. Многие из этих растений высаживают в промышленных садах, как ветрозащитные полосы. И в то же время ни яблони, ни груши терпеть не может не только конский каштан, но и пихту, сирень, розы и даже чубушник. Интересно, что в этот ряд также можно поставить рябину, калину, боярышник, шиповник и даже барбарист тунберка. Ну, теперь точно всё. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, заказывайте темы. До скорых встреч!